здравствуйте друзья продолжаю знакомить вас с различными возможностями системы умного дома home assistant и сегодня мы поговорим о еще одном объекте платформы шаблонов которые очень активно пользуюсь своей конфигурации триггерном бинарном сенсоре как практик любые теоретические знания я предпочитаю подкреплять примерами прикладного использования потому что иначе теория останется только теорией если мои видео вам нравятся и помогают изучать тему умного дома подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео когда его смогут найти больше людей также вы сможете поддержать развитие моего канала ставь его спонсором первый кейс это контроль работы подобная логика рассматривалась мной в блоге контроль включения светильников после восстановления питания здесь я немного поменяю задачу вместо светильника будет объект свитч это реле розетка или выключатель и контролировать будем не только включение но и выключение начнем создание сенсора как я и сказал тут используется платформа template очень мощный инструмент практически с безграничными возможностями ключевой особенностью этого сенсора является использование триггеров это точно такая же платформа как и в автоматизациях для начала я сюда поместил два события нажатия на клавишу логического выключателя и кнопку триггеров может быть много после этого объявляется тип сущности которая будет управляться этими триггерами в данном случае это бинарный сенсор напомню он может существовать в двух состояниях включена или выключена указываем имя она может быть любое я чтобы не путаться использую название того реле которым и будет управлять этот сенсор эта опция отвечает за автоматическое выключение сенсора задержка минимально одна секунда но она необходима зачем сейчас покажу а это статус какой получит сенсор при срабатывании триггера true включится то есть после нажатия на клавишу выключателя или кнопку бинарный сенсор включится и через секунду выключится перейдем к автоматизации которая будет управлять состоянием нашего реле представим что это какая-то розетка которой можно управлять но при этом нужна уверенность в том что это переключение ее состояние произошло именно в результате нажатия на кнопку они из-за сбоя питания самопроизвольно или ребенком который нажал кнопку на самой розетке так как все триггеры уже прописаны в бинарном сенсоре то в самой автоматизации остается следить только за его состоянием и если он получит статус включена то реле переключится если было выключено включится и наоборот а следующая автоматизация будет осуществлять контрольную функцию подобное решение я уже показывал в блоге по контролю работы светильников триггер который будет просто следить за изменением состояния без его указания может работать некорректно поэтому я и конкретизировал включена или выключена а вот и ответ на вопрос зачем нужно создавать шаблонный сенсор и ставить ему секундную задержку она нужна для проверки если в момент изменения состояния реле этот сенсор выключен это значит что переключение произошло не в результате нажатия на клавишу и тогда реле снова переключается возвращаясь предыдущее состояние обратите внимание на то что после переключения тоже установлена задержка на секунду она нужна для того чтобы автоматизация не закольцевалась если ее не будет то возврат реле в предыдущее состояние снова вызовет сработку триггера эта карточка показывает реле а тут сенсоры выключателя и кнопки под ними созданный нами бинарный сенсор нажимаем сенсор на секунду срабатывает и реле переключает состояние а если попробуем переключить или напрямую без кнопок она сразу же возвращается в предыдущее состояние это работает и для включения и для выключения как я и сказал триггеры для сенсора ничем не отличаются от тех что используется в автоматизациях например тайм-паттерн в таком использовании он будет срабатывать каждые 30 секунд соответственно также будет переключаться и реле а при таком использовании сенсор будет переключать реле каждые пять минут если в вашем кейсе вообще не предусматривается ручного управления остальные триггеры можно вообще убрать есть и другие варианты например этот будет переключать реле каждый час в тот момент когда минутная стрелка достигнет значения 25 все зависит от того какие задачи поставлены естественно что можно использовать и конкретное время для этого применяется платформа тайм в данном случае сенсор сработает в 16 00 в этом примере в триггерах стоит тайм-паттерн изменяющий статус каждые 5 секунд здесь триггер срабатывает в 25 минут каждого часа за счета работает корректно триггер на 16 00 следующие через сутки в триггерах есть еще много интересных возможностей но как я и сказал в начале я практик исходя из этого покажу еще один вполне реальный практический кейс который можно применить скажем для управления бойлером суть в том что здесь добавлен еще и таймер который будет использоваться для определения интервала времени работы реле для наглядности я установил значение в 10 секунд к триггерам сенсора времени кнопки выключателю добавился еще один это завершение работы таймера теперь нужно прописать и условия для его включения в автоматизации уже не получится обойтись простым переключением состояния применяем селектор условий первым условием будет отключенное реле в таком случае кроме его включения нам необходимо запустить и таймер и если реле включено тогда нам нужно его выключить и кроме этого отменить работу таймера эти два условия гарантируют что триггер завершения работы таймера может сработать только при включенном реле при корректном включении активируется таймер защита работает корректно по истечении таймера реле выключилась еще раз включаем теперь отключим кнопкой таймер сбросится так как реле выключено на этом все надеюсь видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки и подписки кто хочет поддержать мой канал материально можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе patreon также я веду и telegram канал буду рад если вы присоединитесь к нему в описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре на полезные ресурсы а также на те видео которые либо упоминаются либо пересекаются с темой этого до новых встреч всем мира а и Продолжение следует...